Девушки отдыхают 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 начальник пургуней гонит забил что будет значит будет гусь ты дебил ребят в общем я не знаю кто этот добрый человек но только что нам на счет пришло две тысячи долларов а шо ты на меня смотришь я не знаю я ж дебил это ж не я договариваюсь о выступлениях с предоплатой в 2000 долларов гусь да дело не в этом я просто пообещал уже сегодня саней погулять и это повод называть меня дебилом ладно ты не дебил хорошо тогда у тебя есть пять часов чтобы написать новый трек какой трек ну там начальник зоны просил что-то про перо в общем про птиц а заню не переживай за ней вон чип присмотрит правда присмотришь да вот и отлично только смотри мне короче не буду вам мешать я по делам трек про птиц вот гусяра слышишь у тебя нет знакомых гарнитологов чип прослежу блин пётр новая ж газета была но ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поехали? Сань, что ты так долго? Ты думаешь, легко писать трек про птиц? Ну ты же рэпер. Поехали, вон наша машина. Пусть, ты что, прикалываешься? Другого транспорта не было? Саня, а другой транспорт туда не ходит. К тому же подумай, фанаты оценят, что ты такой же, как они, не зазвездился. Короче, поехали. А то люди увидят, непонятно, что подумать. Давай, давай. Ой, подожди, я тебе перезвоню. Гля, комфортабельный салончик, а ты переживал. Ага. Парни, я по дороге еще за одним клиентом заеду. Вы ж не против? Шо? Алло, Ань, слушай, нам нужно немедленно с тобой встретиться. Так а что за срочность? Я тебе при встрече расскажу. Давай, через пять минут на нашем месте, хорошо? Ладно, давай. Я буду жить здесь. Я буду жить здесь. 15.45. Объекта НЕТ только что приняло телефонный звонок. Предварительно от объекта Качан. Чего такие невеселые? Что-то обстановка не располагает. Да ладно, хорошо сидел. Я, кстати, Щербат. Гусь. Ермак. Ермак! Да ну нафиг! Слушай, я тебя как-то по-другому представлял. Ты ж сегодня на концерте перо судьбы лобать будешь? Конечно, будет! Ништяк! Ну, Ермак, слышь, да я ради того, чтобы на этот концерт попасть, сегодня на дело пошел. Как придурок, банк обчистили, два часа ждали ментов. Я уже боялся, опоздаю. Ну, хорошо, все, что хорошо, заканчивается. Глухарь мне в дело. Я еду на одном этапе с Ермаком. Слышь, Ермак, да я автограф, братва в натуре не поверит. Да у меня даже листика нет, ты че? Листика? Все. Давай. Знаешь, напиши особо опасному с особыми пожеланиями. Ну, спасибо, ну, уважил пацана. Да ты обозналась. Там уже здесь фотография такая разбытая, ничего не понятно. Нет, это не он. Да? И кто же тогда каждые две минуты говорит, гусь, ты дебил? Знаю гуся кто угодно. А почему ты вообще решила, что это мне интересно? Да, действительно. Почему тебе интересна жизнь человека, который у тебя в контакте, в друзьях выше всех? Ну, просто общаемся. Да. Да мы же у меня парень есть. Ну, и когда же ты с моим парнем последний раз звонил? Ты лучше спроси, когда мне он последний раз звонил. Вот оно что. Мне все спокойно в датском королевстве. Ладно, давай не здесь. Идем, Лосик подпудем. Ну, пошли. Сейчас мы посмотрим, кто и кому в последний раз звонил. Просто отлично. А вот и вы, я так понимаю, гусь и, собственно говоря, сам Ермак. Собственно говоря, да. Ну, идемте. Я вас, правда, как-то по-другому себе представлял. Ну, то такое. Первый раз в тюрьме? Слава богу, первый. И что это мы тут делаем? Телефон на вирусы проверял. На вирусы в истории вызовов? Да. Подожди. Так ты же дружок Ермака. А, кстати, а где он? Я не имею права разглашать такую информацию. А рыться в моем телефоне ты имеешь право? А почему сразу рыться? Я просто искал важную для себя информацию. А информация в наше время – это очень ценный продукт. А вы сами, собственными руками, выкладываете эту информацию на прилавке интернета. Стоит признаться, что ваша информация, бережно собранная соцсетями и GPS-навигаторами, может быть доступна кому угодно, а главное, где угодно. Стоит только подключиться к Wi-Fi. В общем, вы подумайте над этим, а у меня очень много дел. Это лучшая, лучшая тюрьма Украины. А вот, ну, в общем, и ваша гримерка. Заходите, располагайтесь, распакуйте свои подарочки. Ну, а я побежал. Так, давайте, ребята. Пошли. Гля, солидно. Пусть никогда не мог подумать, что скажу это в колонии строя режима, но мне здесь нравится. Так, Саня, подожди радоваться. Нужно еще с райдером свериться. Так, бананы. Ай, ты райдер. Гусь, а шо это такое? Это папайя. А вот это шо? Это маракуйя. О-о-о-о, недоработочка. Решили нам надкусанную авокадо впихнуть. Эй, начальник! Тихо. Это я надкусил. Кто здесь? Привет, пацаны. Егорка? Да, кстати, у меня на авокадо аллергия. Так, тебя в райдере нету. Тихо. Тихо. Слышь, Егорка, я думал, после того, как ты танк украл, тебя в психушку запихнут. Так они там в суде думали, в психушку меня или в тюрьму. Ну, а потом судья сказал в тюрьму. Ну, меня тут не сразу приняли. Меня пятеркой называют. Вы шестеркой? Не-не-не-не. Меня шестеркой пятеркой называют. Так если тебе тут так хреново? Чего ты ничего не предпринял? Я предпринял. Я подкоп рыл. Рыл-рыл, рыл-рыл. И че? Вырыл. Правда, только с камеры в камеру. А вы что здесь делаете? Выступать приехали. Зэков развлекать. Артисты готовы? Да. Не понял. Новоселецкий. А ты что тут делаешь? Так а мы это его, били меня? Да. Угу. На выход, артист. Ну что, пошла. Пока, Егорка. Били, говоришь? Может, продолжим? Виталию Сергеевичу, более известному вам как Витцер, исполнилось 50 лет. Вот мало кто из вас доживет до этого возраста. Поэтому давайте похлопаем. А теперь на эту сцену выйдет тот, кого вы все так ждете. Да-да. Ермак. Встречаем. 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 Здравствуйте, господа осужденные. Песня «Пюро судьбы». Поехали. Каждому своя доля, каждому свой финал. У нас все молодежи растет на фильмах про феминал. В нашей стране почистно кушать не так уж просто. Здесь беззаконие плюс пережитки 90-х. Бедная жизнь, лавки до дворы, карты, нарды, бабки. Старые воры, в стране работы нет. Пацаны все греют лавки. Думают план, как завтра бомбануть заправку. Либо же я. Я ж не стал. Но это могилья. Уносишь и на сроки пофиг. Мучатся все, да, и народы копы. Но только копы без отката могут взять за жопу. Зона-зона. Она пригрела многих. Профессора, интеллигенты, убийцы пофиг. Не от хорошей жизни многие лезут красть. Власть имеет нас. Мы имеем власть. Ах, судьба рулетка. Поставлю на зеро. В кармане пачка, сигарет на острое перо. Отца не видел с детства, пошел дорогой ржавой. Воспитала мать, довела державу. Ах, судьба рулетка. Поставлю на зеро. В кармане пачка, сигарет на острое перо. Отца не видел с детства, пошел дорогой ржавой. Воспитала мать, довела держава. Браво! Молодец! Блин, Саня, я тебе говорил, нужно было трек про птиц писать, а ты воспитала мать, довела держава. Пусть хоррэ критика включать, давай лучше думать, как выбраться отсюда. Саня, какое выбраться? Мы в тюрьме. Гусь, подкоп. Какой подкоп? Подкоп, Егор, а лезь давай. Саня, давай быстрее, Саня. Ой, ё-моё, о, блин. Твою ж мать. Пацаны, извините. Ой! Тихо. Говорю один раз. Командир краснопёрый попутал, и вместо кореша моего блатного привёз вас, Ермолаев Кипишных. Начальник не выкупал, что это тарахтелка на сцене мне вообще в Красную армию. А фраер мне нужен для выхлопа. Для чего? Чтобы бандерольку на волю передать. Вы в это дело впряглись, вам и выгребать. Вот это передадите моему корешу Ермаку. Ермаку? Ермаку. А вы нам за это что? За это вы с зоной живыми определитесь. Я вас, Бакланов, через живопырку выведу, пока мельтоны не зашухерились. Допустим. Только если вы Егорку обижать не будете. Замётано. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»